здравствуйте моим подписчикам зрители моего канала с вами я дана и как всегда об италии как жить иммигрантов в италии сегодня хочу рассказать вам о социальной пенсии в италии что это такое и кто ее может получать и когда социальная пенсия в италии это так уже не социальная пенсия раньше ее называли еще в народе к пенсия коза линга то есть пенсия домохозяйки сейчас это просто называется как бы социальное пособие потому что если раньше ее давали всем без разбору эту пенсию кто достиг пенсионного возраста которое там законодательство просит то сейчас конечно это совершенно не так отдают эту пенсию только тем у кого нету дохода поэтому как бы и называется социальное пособие так дальше в видео я буду ее и называть значит кто имеет право ее получать будем мы разговаривать об эмигрантах значит имеют право получать эту пенсию эмигранты те которые прожили в италии больше 10 лет то есть минимум нужно прожить в италии 10 лет без прерывной резиденции иметь и на момент подачи как бы запроса на эту пенсию нужно обязательно иметь вид на жительство лунгу периода то есть длительного прибивания вид на жительство тот который дается на два года он не подходит а все таки нужно длительного периода кто какие кто из иностранцев может воспользоваться этой получить как бы эту пенсию это иностранцы которые не граждане европейского союза прожившие 10 лет в италии с постоянной резиденцией и с видом на жительство постоянно в италии иностранцы не граждане и с которые просят убежища и прожили в течение этого времени в 10 лет иностранцы граждане европейского союза которые имеют 10 лет резиденцию в италии или же имеют специальный вид на жительство для граждан европейского союза карту гражданина европейского союза прописанного в италии и еще иностранцы с двойным гражданством и так называют но это как бы те иностранцы которые уже получили итальянский паспорт и как бы имеют гражданство своей страны значит сколько вообще размер этой пенсии это 460 евро 28 копеек на сегодняшний день в месяц 5 тысяч девятьсот восемьдесят три евро и 12 и 64 копейки в год значит эта цифра постоянно его варьируется почему потому что например государство италии каждый год устанавливает прожиточный минимум в италии и от прожиточный минимум в италии это и будет это социальное как бы социальное пособие так сказать если например вы не одни а вместе там с мужем которого тоже нету дохода тогда да и дается как бы 2 эти двойная это пенсия это будет 11 тысяч девятьсот шестьдесят семь двадцать восемь умножаем на 2 что я вам хочу сказать как рассчитываются эти доходы во первых если вы замужем то берется доход и вашего супруга если доход вашего супруга превышает 5000 на двоих 11 тысяч девятьсот шестьдесят семь с копейками в год тогда вам эту пенсию не ну не выдадут эту пенсию если у вашего супруга у вас вообще нету никакого дохода доход меньше этой суммы тогда вам выдается это пенсия но не во всем размере а только разница которой не хватает как и из чего это вообще все исчисляется для того чтобы подать заявку на эту пенсию вы должны предоставить очень много информации смотрят если у вас недвижимость если у вас прибыль с этой недвижимости если у вас есть банковские счета и какие дивиденды вы с этого получаете даже в плюс учитываются доходы например если вы играли в лотерею и что-то выигрывали с лотереи даже это все учитывается если у вас есть доходы какие-то там и земельных участков недвижимости и если вы получаете пенсию у себя в стране все это считается и если например там у вас доход 3000 в год с каких-то других ваших дивидендов в этом случае вы получите разницу например от пяти тысяч девятьсот девяносто трех евро отнимутся три тысячи вашего дохода и разницу вы получаете как бывает эту социальную пенсию все суммируется и не все вы так как бы ищут все смотрят все что вы имеете банковские счета любые другие дивиденды я специально повторяю для того чтобы вы понимали если вы у себя в стране имеете недвижимость из этого имеете какой-то доход вы должны предоставить этот доход потом если у вас например недвижимость очень дорогая на которой облагается налогом на люкс естественно вы не можете попросить эту пенсию если вы живете в квартирке которая там маленькая как бы не 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 облагается налогом на люкс в этом случае вы это у вас единственное жилье тогда вы можете эту пенсию попросить еще такой случай если вы в италии попадаете там в больницу на длительный срок или в любой другой государственный институт за все время пока вы находитесь в больнице или в любом другом государственном институте вы получать будете половину этой пенсии потому что как бы уже государство вас взяла на этот период на свое обеспечение как выплачивается эта пенсия и когда с момента подачи заявления на следующий месяц 1 числа вы уже как бы она будет начисляться эта пенсия выплачивается 13 месяцев то есть как бы 12 месяцев и 13 зарплата которая есть в италии поэтому вся эта сумма раскидывается на 13 месяцев эта пенсия она не может если с вами что-то случается и ваши родственники которые даже на вашем удержании они не могут получать эту пенсию потому что это как бы социальное пособие поэтому ее передать по наследству как контрибутивную пенсию что если с вами что-то случается но ее там на какой-то процент имеют право ваши наследники в те которые у вас на содержании по тем или иным причинам не не могут себя содержать могут получить эту пенсию эту социальную помощь не могут получить то есть получаете лично вы эту помощь что вам хочу сказать еще самым главным обязательством в получении этой пенсии есть то что вы не можете больше чем на 30 дней в год покидать территорию италии если вы покинули больше чем на 30 дней на территории италии с вас как бы перестановят вам выплачивать эту пенсию плюс еще вы считают все эти месяцы если там вдруг вы получали какой-то период что вы должны будете вернуть эту пенсию поэтому смотрите почему я все время говорила что резиденция в италии очень и очень как бы должны вы за этим следить и что это имеет важность потому что куда бы вы ни пошли чтобы вы не делали у вас везде спросить резиденцию и чтобы какую бы пособие вы не получали вы ну как бы резиденция у вас потребуется без резиденции без кодичи фискале вам просто никуда в италии для этого я все время говорю что следите за вашей резиденции чтобы она вас не прерывала следите чтобы не прерывала смотрите чтобы были прописаны не относитесь к этому легкомысленно потому что это очень важно как и где подавать заявление для получения этой пенсии эту пенсию вы можете например если вы с техникой с компьютером на вы на ты можете получить ваш код спид и самостоятельно подать онлайн заявку онлайн на сайте импс если вы не на выско не на ты с компьютером извините тогда вам нужно идти в каф или патронат чтобы делать запрос для получения этой пенсии например еще до 2019 года уже можно было в 65 лет оформлять эту пенсию сейчас с 2019 года возраст увеличили и нужно иметь полных 67 лет для оформления этого как бы пособия тогда не пенсия это именно социальное пособие потому что пенсию вот эту козы линги пенсию домохозяйки ее отменили не существует больше что вам хочу сказать с этим очень вышло много парадоксов с этой пенсии потому что раньше была эта пенсия как бы домохозяйки которая по достижению определенного возраста получалось и и все как бы все было нормально и многие итальянцы которые не имели больших доходов получали эту пенсию и возможно уезжали там в болгарию в тунис в марокко и в принципе на эти же деньги неплохо жили потому что все-таки 400 там 60 480 евро в месяц например в тунисе они себя прекрасно чувствовали а теперь и так как даже итальянцы не могут покидать территорию больше чем на 30 дней потому что у них тоже забирают эти пенсии были очень много даже таких вот случаев которых это все в сми раскрывалась потому что им обрезали пенсию и уехал значит в марокко живи на что хочешь и они возмущались но возмущайся не возмущайся или ты живешь в италии и тебе дают социальное пособие или же ты должен заработать пенсию она должна быть контрибутивная тогда ты можешь уехать там в любую другую страну и жить и ее получать если ты получаешь социально и из-за этого многие как бы возмущались потому что остались без денег и должны были возвращаться в италию потому что естественно в тунисе в марокко они уже дальше не могли проживать потому что им обрезали эту пенсию по пенсиям я вам рассказала все именно по социальному пособию подсуммируем 10 лет резиденции 10 лет беспрерывного вида на жительство на момент подачи у вас должно быть вид на жительство длительного проживания не то которое на два года и у ваши доходы не должны как бы превышать вот эту сумму установленный прожиточный минимум в италии если они меньше этой суммы вы получаете разницу если у вас вообще никакого дохода не тогда вы получаете полную сумму с это его социального пособия еще крутится в голове очень интересный момент хотела сказать по этой пенсии и забыла если вспомню напишу тогда в комментариях или подгляну на свои записи что я упустила а что я хотела сказать например если вы получаете то какой-то процент какой-то контрибут пенсии по инвалидности и потом у вас подходит в возраст и вы просите социальное пособие то естественно вам не заплатят даже в этом случае полную сумму а только разницу сколько вы не доходите до уровня прожиточного минимума вот это хотела вам сказать что даже пенсии которые по инвалидности они все равно учитываются на этом я с вами буду прощаться всего вам хорошего до следующих видео с вами была я дана до свидания